посмотрите какие мы нашли классные тут надписи возле отеля друзья вот видите на первом написано это название бара меншин да бар открыт не надо масок вот можно ходить без масок и дальше написано vaccinated enjoy the time you have left three years максимум понятно поняли да что написано если вакцинированы то наслаждайтесь оставшимися тремя годами после вакцинации максимум три года вам осталось вот так вот это называется английский юмор друзья welcome привет друзья сегодня мы с вами снова немного прокатимся на нашем шикарном автобусе двухэтажном вы посмотрите по сторонам сегодня у нас посмотрите какой прекрасный солнечный день ну и я вам расскажу кое-какие новости которые произошли со мной за неделю за неделю начала октября 21 года ну вот то что я вам показала опять вот эти вот к видные истории я про к вид уже не хотела вообще рассказывать потому что все эти страсти до сих пор они присутствуют и до сих пор люди никак не могут прийти к соглашению по поводу вакцинации по поводу того стоит или не стоит вакцинироваться и вы знаете вот английское общество несмотря на всю законопослушность здесь люди очень законопослушные обычно если им говорят что-то правительство то они все дружными рядами идут и делают а здесь вот общество как-то разделилась вы знаете довольно странно вчера даже на нашем тихом острове я вдруг увидела митинг протестующих вернее нет не митинг а пикет пикет вдоль дороги когда стояли наверное порядка двухсот человек с плакатами на которых было написано что вакцинация это еще не панацея что они там против вакцинации и чтобы правительство обратила более серьезное внимание на всю эту историю с вакцинацией в общем противники довольно такие знаете ярые в основном конечно молодежь и в общем то вы знаете для острова white это было странно таких пикетов в лондоне наверное можно встретить много часто а здесь у нас они происходят редко но тут наверное не только вакцинация повлияла на настроение англичан а еще и вот этот вот резкий скачок цен во первых подорожал газ очень сильно во вторых как вы знаете тут подорожал бензин вот например бензин стоил наверное в начале года где-то 115 фунтов за 100 литров а сейчас он стоит 137 фунтов за 100 литров ну то есть на 20 процентов подорожал бензин и вообще дорожает продукты незаметно каждый месяц продукты становятся все дороже и дороже но это наверное как везде вот тоже с сестрой разговаривали недавно она же у меня в россии живет вы же знаете я ей рассказываю что у нас подорожали продукты она говорит так ведь у нас же тоже в россии подорожали но у вас то хотя бы пенсии другие а друзья больная тема лучше уже я не буду этого касаться вы знаете вот сейчас еду я по дороге и вспомнила я по моему вам никогда не показывала и не рассказывала в мои впечатления первые вы знаете ну ладно то что едем мы не по той стороне вы видите да что многие мне тут водители которые сами управляют автомобилями говорят боже голова закружилась как это возможно ехать по встречной полосе это просто немыслимо ну ко всему конечно привыкаешь но вот сейчас я вам покажу такую штуку которую я больше нигде не встречала только здесь в англии и которая наверное вас тоже удивит ну вот смотрите едешь себе едешь по дороге и вдруг вот такое можно встретить обратите внимание вот этот вот как сказать островок или столбик заграждающий он стоит просто на проезжей части дороги как ни в чем не бывало по крайней мере вот у нас я на острове вайт я таких встречала вот заграждений как это довольно много и ладно бы вы знаете они стояли где-то в городе где действительно хотят чтобы автомобили снижали скорость и если там стоит ограничитель скорости 20 миль в час то я понимаю можно поставить если машина едет медленно то и ладно бы но есть такое здесь что на автомобильной дороге main road как называется вот как это например где можно ехать до 40 миль в час скорость это довольно высокая скорость и вдруг стоит ни с того ни с сего вот такое вот заграждение это кстати есть недалеко от осборн хаус и я помню что однажды мы вечером с мужем возвращались было уже темно и мы ехали с фарами и я ехала я была за рулем я тогда еще только-только начинала ездить и вы знаете я за малым не влетела на полной скорости вот в эти вот столбики потому что я даже не поняла что это такое и в общем как говорится хорошо что такая реакция у меня была что я сумела затормозить вот не знаю как вы к этому отнесетесь но я-то в шоке до сих пор почему они там стоят и как еще люди насмерть там не разбиваются и при том хочу сразу уточнить что вот те столбики которые я показала они же стоят не где-то там возле перехода чтобы оградить пешеходов нет они стоят просто вот на вот такой вот проезжей части дороги это для меня история непонятная но в основном конечно у них дороги вот в таком прекрасном состоянии мне нравится что вот такие вот разметки очень яркие все видно везде пишут где нужно скорость снизить где поворот в какую сторону ну в общем вы знаете все как говорится очень просто они не загромождают какими-то лишними знаками трассу дороги и это по моему очень очень хорошо но вот что еще меня пугает здесь в англии это их пешеходные переходы вот бывает вот такой вот пешеходный переход где просто если вы хотите перейти дорогу то вы нажимаете здесь вот кнопку и ждете несколько секунд включается красный свет для машин зеленый для вас и вы переходите когда все машины по светофору останавливаются но есть у них еще другие пешеходные переходы которые на мой взгляд самые опасные вот там нет никаких не кнопок не светофоров а просто вот тоже на проезжей части дороги вдруг вот такой нарисован переход который всего лишь отмечается вот желтенькими такими фонарями мигающими желтенькие фонари они практически незаметны в дневное время но даже не тем они опасны например для меня а вот именно как на них реагируют англичане англичане могут просто преспокойно выйти на проезжую часть дороги вот по этому переходу не посмотрев по сторонам есть машины нет машин они просто выходят как ни в чем не бывало начинает пересекать дорогу и это очень опасно любит со мной вот так кататься наверняка эти пешеходные переходы тоже видел и возможно еще они нам попадутся обратите внимание как они выглядят ну я вам обещала еще и другие сюжеты показать другие мои новости поэтому давайте мы перейдем к следующему сюжету вы знаете не в моих правилах показывать тарелки с едой что мы заказываем что мы тут едим но вот уж очень меня просили показать fish and chips и вот я в этом маленьком кафе все-таки заказала fish and chips вернее как я заказала только fish не заказала картошку free картошка free называется chips ну вот я заказала вот такой вот кусок рыбы это кат это треска в кляре как у них обычно и кофе капучино вот это вот все вместе мне обошлось 8 фунтов если бы я взяла еще гору картошки chips так называемые тут целую гору дают то мне это обошлось бы на 2 фунта дороже будем пробовать посолить и поперчить это можно только вот такими пакетиками я уже посолила и поперчила одной рукой мне не открыть в другой руки у меня камера ну и теперь вот сверху мы поливаем соком лимона обычно и вот с этим соусом белым соус рыбный белый соус тартар сейчас я попробую смотрится аппетитно да смотрится аппетитно и довольно вкусно ой надеюсь что вы увидели друзья я ловила ловила эти самолеты это самолеты пролетели такие красивые с красными крыльями под углом целых девять штук вот я пыталась вам их поймать потому что они летали тут слева направо справа налево потом еще а тут другого угла какого-то летали кружились это у нас вот так вот проходит музыкальный фестиваль впервые в этом году ну вот так как ослаблен уже вот этот жуткий локдаун по коронавирусу решили провести фестиваль музыкальный как обычно на острове white он проводится те кто не видел никогда пожалуйста видео вам всплывет опять я уже показывала несколько лет назад когда сами мы там присутствовали съезжаются опять и музыканты и интересующиеся музыкой в основном молодежь конечно со всего материка английского ну и в этом году этот фестиваль попытались организовать вот видите даже привлекли вот эти вот красивые самолеты которые летали тут виражами чтобы как-то заинтересовать и привлечь людей но людей было очень мало в этом году на удивление мало и коль скоро я заговорила о музыкальном фестивале на острове уайт то хочу вам показать вот этот памятник джимми хендрикс у американскому гитаристу виртуозу певцу и композитору джимми хендрикса еще при жизни называли феноменом и гением потому что он открыл бесконечный источник возможности нового звучания гитары говоря о новшество в хендрикса критики подчеркивают что он расширил диапазон и словарь электрогитары словно изменив лицо рок музыки и вот странным образом вот в этой английской деревушке фреш уота стоит памятник джимми хендрикс у и сзади вот это огромное белое здание это здание музея в котором на самом последнем верхнем там этаже есть большая экспозиция посвященная работе и жизни джима хендрикса а почему спросите вы так вот я вам расскажу говорят что джимми хендрикс свой последний концерт дал именно на острове уайт на фестивале рок музыки в 1970 году и умер он спустя всего лишь несколько дней после того как вернулся в лондон вот вы знаете смерть тут его связано со многими тайнами говорят что он умер от того что захлебнулся своими рвотными массами после того как принял огромную дозу снотворного чтобы заснуть ну там много много версий всяких его смерти кто-то говорит что он умер от передозировки потому что он был уже тяжелым наркоманом и на момент смерти ему было всего лишь навсего 27 лет видеозапись последнего концерта джимми хендрикса была выпущена под названием дикий голубой ангел вот что остается у нас на острове уайт после музыкального фестиваля вот видите вот так вот запросто бросают все это здесь ну в общем полное безобразие кстати палатка целая видите ничего с ней не случилось единственное что могу сказать что я прошла уже увидела две палатки здесь у нас это здесь апли парк у самого берега пляжа и недалеко буквально в 50 шагах от общественного туалета вот здесь в кустах общественный туалет рядом замечательно устроились потому что и вода тут пожалуйста можно использовать вот смотрите пожалуйста еще показываю вам одну палатку в том же самом парке совсем недалеко от первой вот валяется вот пожалуйста вам еще одна палатка это метрах в двухсот наверное от тех первых двух все брошено посмотрите там по-моему даже какие-то спальные мешки ну в общем конечно я считаю что это безобразие потому что все-таки если люди приехали пусть они решили вот таким образом остановиться бесплатно всего лишь навсего заплатив за эту палатку и за спальные мешки это конечно гораздо дешевле чем если бы они снимали номер где-то в отеле и и платили огромные деньги там с человека в период вот этого фестиваля по моему доходит до 100 150 фунтов в сутки а здесь они купили палатку и прожили прекрасно на свежем воздухе в палатке но мне кажется что все-таки нужно было бы за собой убирать вот такие вот приезжают сюда к нам англичане и вот так они себя ведут кому-то может быть это покажется нормальным но это ежегодно происходит вот эти все истории кстати такая классная вещь посмотрите здесь на улице стоят вот такие вот специальные тренажер чеки суперские просто сейчас покажу вам ну вот этот называется боди твист вот такой тренажер смотрите вы тоже становитесь вот сюда аккуратно боже вот так и теперь уже вы держать за ручки вот так вот качаетесь мама качаетесь вот так мне трудно одной рукой вот этот вроде кажется похож на велосипед но он по-другому действует по другому принципу вот смотрите раз два так вам показать опять я кстати такого даже не видела нажимаете на педаль и вот так вот собирается и расходится ну здесь вы просто крутите педали обычно как обычно вот это такой типа шагомера да тоже вы встаете на него и шагаете ну и вот этот наподобие тоже наверное знаете такой шагомерчик тоже классно вы знаете это вот здесь вот такие вот помимо детских площадок есть еще площадки спортивные для взрослых ну а эту красавицу я вам не устаю показывать вот видите все лето цвела она у меня и сейчас я ее немножко подкормила эту свою красавицу королевскую герань и она снова вся в цвету фантастика вот эту машину наверняка многие узнали называется рак доктор то есть это машина для чистки ковров и ковролинов притча во языцах вот я взяла его здесь можно взять в нескольких пунктах в супермаркетах английских вот у нас в теска например можно взять в аренду там получается на 24 часа аренда 30 фунтов а на 48 часов по-моему что-то порядка 50 фунтов вы берете его нужно еще к нему конечно же купить чистящие средства специальные тоже называется рок доктор и начинаете чистить свой ковер сразу скажу что это очень тяжело машина очень тяжелая и трудоемкая эта работа но она стоит того вот посмотрите покажу вам какая грязная вода получилась всего лишь на всего после двух проходов по моему старому ковролину ну там конечно его не чистили уже порядка десяти лет не стоит удивляться хотела снять вам ночную дорогу домой я возвращаюсь и вот кроме того что я вижу свое отражение здесь в стекле ничего другого по-моему мы с вами здесь не увидим друзья ну да ладно главное что вы поняли что я возвращаюсь уже темной ночью возвращаюсь домой сегодня целый день я ездила по прекрасным местам на острове вайт и делала для вас интересные видео которые выложу вскоре ну вот друзья такая сегодня у меня нарезка для вас пишите ваши комментарии и конечно же хочу услышать понравилось ли вам какой-то сюжет может быть вас заинтересовал больше других пожалуйста оставляйте свои отзывы а на этом я с вами прощаюсь всего вам доброго пока пока